Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Фокус на человека». Нельзя выносить ссор из избы. Хорошее смолчится, а дурное разгласится. Сказал другу, а пошло по кругу. Все эти пословицы и поговорки о разговорах про личное и просьбы звучат не очень одобрительно. Но ведь так хочется иногда поговорить о себе. С кем же можно обсуждать свою жизнь, а с кем, может быть, нельзя? Ответы у моей гости. Лиана Шакирова. Здравствуйте, Лиана. Лиана – психолог психологической клиники Казанского федерального университета. Лиана, наши любимые посиделки с подругами или с друзьями, куда мы приносим свою боль, свою радость. Это же так нам близко, так знакомо и так приятно. Насколько они эффективны и безопасны? Неэффективны, но смотря с какой стороны посмотреть. Мы же выговариваемся для чего-то. Иногда свои эмоции просто проговорив, можно прожить. Но есть другая сторона медали, про то, что это может быть не совсем экологично. Например, в детстве мы могли влюбиться в мальчика, расстаться с ним, драма, а мы уже придумали, как мы выходим за него замуж и так далее. И приходим расстроены, плачем, рассказываем маме, папе, неважно кому. Говорят, да у тебя таких еще сотни будут, да, про обесценивание чувств. Это не очень экологично, потому что ты теряешь свою ценность. Ты же рассказываешь близким друзьям про это. И это про то, что ты хочешь получить поддержку. Но мы такие люди, что мы не говорим, я сейчас тебе расскажу, и мне от тебя требуется поддержка. Поддержи меня так и так. Про поддержку тоже. Каждого человека, для каждого человека поддержка, это проразное. Вот в этом может быть опасность. Мы, кстати, в одной из передачи о том, как поддерживать людей, находящихся либо в состоянии горевания, либо в состоянии болезни, как раз со специалистом говорили о том, что можно говорить, а что нельзя говорить. И вот там первый раз прозвучала вот эта очень хорошая фишка, да, по-моему, которую можно совершенно спокойно применять в любых отношениях. То есть не обязательно, где есть горе, трагедия. Когда человек спрашивает, скажи мне, как мы можем с тобой построить наше общение? Или скажи мне, как я могу тебе помочь вот в том или в этом состоянии? Вот это экологичный заход, да? Но давайте вот тут вот определимся сначала, что такое вообще личная жизнь? Или есть какое-то общее понимание? Или все-таки здесь абсолютно индивидуально? Личная жизнь — это то, что про тебя. Вот моя личная жизнь — это все, что касается меня. Ну туда же входит и работа. Все. Это все моя личная жизнь. Но как стереотипно, да, если рассуждать, личная жизнь — это больше про семейное, наверное. Ну про какие-то интимные. Отношения, секс, да. Ну то есть мы будем исходить, что, в принципе, мы говорим немножко о стереотипном восприятии этого словосочетания. А вообще существуют люди, у которых нет потребности или которые никогда не рассказывают о своей личной жизни? Есть такие люди. Я таких людей называю человек-сундук, потому что им можно рассказывать все тайны, они никогда ничего никому не расскажут, но это бомба замедленного действия. Почему? Это люди, которые копят все в себе, все эмоции, а наша психика как сосуд. Вот мы туда складываем все свои негативные переживания, эмоции, чувства, ситуации, события. И ладно бы только свои, иногда еще и чужие переживания, да. И потом, как сосуд, накапливают, вот вода переливается, и это яд по телу. Это может выражаться в наших истериках, в психозе, психосоматика. Яд по телу хорошая метафора, именно по телу. Вот. И обычно так и происходит, что эти люди взрываются, ну то есть выплеск эмоций идет, и там уже кто под горячую руку, скажем так, попадется. Потому что он, наверное, уже плохо контролируемый, да, этот выплеск? Да, ну просто сил уже сдержать нет. Вот это все. Ну вы представляете, насколько это вот мощная энергия? Все же наши эмоции содержат определенную энергию. Заряженно, конечно. Да, да. И это прям такой разрыв идет. Это да, в этом сложность. Поэтому есть, если я не бегу вперед паровоза, один экологичный способ, который я для себя нашла, потому что я сама по себе личность очень эмоциональная, я как спичка зажигаюсь, но быстро тухну. И я всегда думала, как я экологично могу прожить свои эмоции, мне же надо кому-то рассказать. Вот я такая, мне надо всегда говорить. Но подружкам не всегда все расскажешь, да, родителям, хотя у меня и с мамой, и с папой очень близкие отношения, но тоже все не расскажешь. Думаю, кому я могу все рассказать? И я поняла, что, и тем более правду, не прибирая, не скрывая чего-то, только себе. И я создала телеграм-канал, где я только одна. И когда что-то происходит, вот у меня идет ровное состояние, да, или мысли, эмоции. И как только что-то колеблется, дурацкая мысль, негативные эмоции, это сразу телеграм-канал, телефон, и я все проговариваю. Иногда проговорив, ты проживаешь свои эмоции. Это лучше, нежели оставлять все в себе. И вот этот лайфхак, я почти всем говорю, делайте так, потому что это намного экологичнее, нежели ты будешь рассказывать кому-то, и тот скажет, и что, а у меня-то какие проблемы, да? Бывает и такое. А у меня это любимое, да. Наш любимое, нелюбимое. А в этом телеграм-канале вы одна? Да, то есть там никого нет. И никогда никого не будет? Нет, нет, нет. Ну это то есть как бы дневник только современного формата? Да, да. Просто я не люблю приходить домой после работы, потому что там тоже еще очень много дел по списку, да, делать. И хочется все успеть, и сидеть, писать, еще вспоминать, что произошло за день. Зачем? Если я здесь и сейчас... Просто чем удобно? Если ты не можешь в этот момент разговаривать, к примеру, да, ты можешь напечатать или проговорить. Я люблю записывать, там есть такие кружочки, потому что так я могу наблюдать свою мимику и потом анализировать, где я преувеличиваю, да, преуменьшаю проблему, скажем. Не проблему, а задачу. Хороший, прям прекрасный лайфхак, еще исходя из того, что, допустим, у вас, поскольку телефон всегда под рукой, ну, есть возможность, если не наговорить то, как вы сказали, написать, то это всегда еще поймать вовремя вот эту эмоцию, да, потому что к вечеру она уже может, ну, как бы компенсироваться, уже уйти острота, и вроде бы как, ну, все уже прожили, уже не о чем говорить, да. То есть ложечки нашлись, нашлись, и осадок все равно остался, и он же, как бы, кажется уже не актуальным. А туда уже все ушло. Да, прекрасный совет, спасибо, даже не совет, рекомендация, спасибо. Вот еще интересный вопрос. Как правило, вот по крайней мере, потому что я знаю, посиделки женские и посиделки мужские, вот эти вот разговоры на кухне, они отличаются или нет? В чем отличие там женская и мужская психологии есть? Это на самом деле стереотипно, опять-таки. Девушки, мы более эмоциональные, но это тоже стереотипы. Сейчас может быть такое время, что мужчины тоже любят посплетничать, а еще иногда похлеще, чем некоторые дамы, вот и в таком контексте. В этом нет ничего плохого. Да, посидеть с девчонками, мальчишки так же, у них просто погрубее может быть. А еще, если там идет такое, посмотри, какой я, так там вообще гуляешь, альная императрица, в таком контексте может быть. Девочки, они более такие тихушницы, что ли, по-тихому так скажут, правду расскажут, скорее всего. Ну, если это близкие. А мужчины, не то, что они врут, они могут, для них это может быть такая, такое событие, что прям «я бог», «я царь». У вас может показать, да, себя лишнее? А так, мужчины, они более сдержанные, не всегда рассказывают. Если, конечно, это близкая компания достаточно, то да, а если нет, то там вот это и может проявляться «я бог», «я царь». А может, наоборот, сидеть и все, ничего. Не отсвечивать, как говорится, да? А вот смотрите, если все-таки мы, если я вас правильно поняла, вы говорите о том, что, в принципе, ничего тут такого нет. Пожалуйста, обсуждайте, но старайтесь все-таки как бы думать о своей безопасности, да, включать голову, включать критическое мышление. И вот тут получается, что мы должны, ну, получается, анализировать или как через сито просеивать людей, которым все-таки можно что-то говорить, а которым нельзя. Из каких критериев мы тогда исходим? Из того, из предыдущего опыта? То есть, получается, если человек из раза в раз, из встречи в встречу, обесценивать тебя, говоря там, да что у тебя там ерунда какая, да, там, не дослушав тебя, незаконченную фразу, начиная, а у меня и так далее, да, и, ну, еще все вот в этом роде, или советы какие-то такие прям грандиозные дают, то тогда получается, что этого человека лучше из списка собеседников, вот такого характера, плана вычеркнуть. На самом деле мы никогда не будем рассказывать другому, если вообще мы такие люди, мы никогда не будем проявляться, говорить, действовать в этот мир, если у нас нет выгоды. Если я из раза в раз рассказываю подруге, которая меня обесценивает, перебивает, не слушает, перекрывает свои проблемы, да, значит, мне же что-то в этом нравится. А если это просто уже зависимость от этой подруги, что человеку как бы, он, девушка идет, знает, что вот сейчас мы там, ну, допустим, там, я не знаю, Светлана, вот мы сейчас с Светланой, я иду к Свете, мы сейчас будем с ней разговаривать, я точно знаю, как она себя будет вести, я точно знаю, что она, там, вот эти все слова, вот эти все варианты, но я не могу туда не идти. Мне будет от этого хуже, но я не могу туда не идти, не могу не говорить. Ну, как-то на дикцию очень похоже, да? Да, но это уже, да, такое отклоняющееся немножечко поведение, если мы говорим в рамках здоровых отношений, взаимоотношений, да, то, но здесь это работа уже с психологом. То есть получается, что если человек, тем не менее, входит, вот находится в такой ситуации, да, что идет к одному уже, там уже, вот, наверное, тут подходит слово токсичное, да, к человеку, для него токсичному, и продолжает вот это делать из раза в разу, как в той самой нашей любимой поговорке про ежиков, да, которые ели кактусы, то, соответственно, надо уже к психотерапевту или к психологу обращаться, да, это не норм. Да, но есть один нюанс, я расскажу на своем личном примере, я с мамой, мы как подруги, но мама у меня такая немного авторитарная, она, знаете, такой мастер манипуляций, и я же пошла учиться на психолога, а мама это тот человек, с которым я могу обсудить вообще все, от мала до велика, ну, вот вообще-вообще-вообще, у нас с мамой вот этих границ никогда не было. И, ну, у нее-то были, у меня нет, для меня мама это прям идеал был женщины, то есть это мой прям авторитет для меня. И в какой-то момент, когда у меня начались взаимоотношения серьезные с мужчиной, мама начала, я рассказываю, вот мы поругались, а у меня же эмоции, все. Она такая, вот зачем, ты посмотри на себя, какая ты красивая, умная, да, постоянно вот движешься к чему-то, зачем он тебе нужен? Я так раз проглотила, второй, треть, а сижу, а мне же неприятно, а все равно, вот про что вы, а все равно рассказываю, потому что, ну, это мама, я вот привыкла так с ней делиться. И в какой-то момент я маме говорю, мам, я говорю, давай так, пока я тебя не спрашиваю, ты не даешь мне совета. Если я тебе рассказываю, это потому что мне нравится с тобой делиться, как с подругой. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой продолжали так разговаривать, и я с тобой делилась, ты не даешь мне советов и не лезешь в мою личную жизнь, пока я тебя об этом не попрошу. Но, слышали про Лобковского, да? Ну, конечно. Я одно время прям фанатела от него, мне так и нравилась его эгоистическая позиция такая, но я не сторонник этого, поэтому не так, что я один раз сказала, и мама больше так послушалась, и больше этого не делала, да нет, на самом деле. Это постоянно, мам, стоп, стоп, все, Данили, это очень такое пробережное отношение к себе и бережное отношение к близким, потому что мне дорогие отношения с мамой, но, тем не менее, я знаю, что мам, вот, вот, сюда больше нельзя. И вот с какого-то момента вот так вот все поменялось, и я прям чувствую, что теперь не я как дочка, ну, понятно, что там игры уже, да, социоролевые немножечко сместились, но в том плане, что я к маме, иногда обращаюсь как к маме, а иногда как к подруге, и всегда звоню и говорю, мам, мне нужна подруга, или мам, я к тебе, к тебе как к маме, то есть сразу включаю ее режим. Да, разделение. Но еще такой момент про границы, да, если, для меня было очень сложно с мамой выстраивать границы, это через боль, через слезы. Мама мне сказала такую фразу, доча, какие границы, я твоя мать, у тебя со мной никаких границ не может быть, что вот на это ответишь, ну, что? Нет, мам. Тоталитарное заявление. Да, да. Вот в таком контексте. Если с мамой, вообще с родителями получится расставить границы, если у вас близкие отношения, то потом с другими это будет вот... Ну, потому что с родителями сложнее всего. Очень сложно. Это самый сложный опыт. Мне очень понравилась ваша метафора, то есть получается, смотрите как, во-первых, нужно обозначить свои границы, но это еще не все. Нужно выставлять охранные войска, которые будут до какого-то определенного периода, пока все соседи не поймут, что туда соваться бесполезно, до какого-то момента будут дозором обходить все ваши вот эти вот владения пограничные и следить за тем, чтобы ни один лазутчик не мог туда проникнуть. Ну, это тоже, это вы правильно сказали абсолютно, это работа. И та работа, которая требует душевных сил и понимания того, что ты делаешь. Конечно. И, естественно, наверное, еще смелости какой-то, потому что мы должны понимать, наверное, да, что если что-то не так, мы можем этого человека потерять, если он не примет наши условия. Ну, мы сейчас вот, допустим, не про родителей, да? Да, ну, тут без вариантов. Если ты на протяжении долгого времени стараешься, разговариваешь с этим человеком, а он тебя в упор не слышит и не хочет слышать, то есть вот такая позиция, игра в одни ворота, я так это называю. Зачем тебе человек в твоей жизни такой? Здесь есть еще такая штука, что тебе это дало, да? Вот про напряжение. Да, ты сняла на какое-то время, ты снял на какое-то время напряжение, но ты же не просто так пришел, за твоим разговором какая-то проблема кроется, да? Вот сосуд наполнился, ты пришел к подруге или к другу, немножко отлил из него вот этого содержимого, и есть возможность дальше ему наполняться. А он уже может сказать там все время. На пределе. Да, на пределе там 2 сантиметра. И вот это вот быстро будет набираться. Я так полагаю, что чем дольше человек оттягивает решение своей внутренней вот этой вот глубоко сидящей проблемы, тем меньше зазор будет оставаться для каждого последующего разговора. Вот как с этим быть? Просто это страшно. Вы представляете, вот этот вот весь сосуд просто опустошить, а куда его деть? Его же надо прорабатывать, а это нахрапом, как бы столько переживаний, столько эмоций. Это очень дискомфортно. Не все хотят этого делать. Но сейчас, наверное, такая тенденция, что стали обращаться больше к психологам, потому что до какого-то периода психологи это было то, что я же не больной в таком контексте. Но да, я, например, хожу к психологу, чтобы всегда, всегда, мне всегда казалось, что психологи это идеальные люди, у которых никогда не бывает проблем. Я даже в какой-то момент не работала, у меня вышибло из колеи конкретно, потому что я поняла, что у меня очень много проблем. Я начала заниматься самокопанием, я ходила к трем психологам на тот момент, поняла, и анализировала их, как они работают, потому что они все не идеальны. И в какой-то момент у меня щелчок, ну и что? Ну вот мой вопрос любимый, ну и что? Ну что дальше, да? Ну что? Ну и не идеально, и что из этого? И так намного проще стало. Поэтому и сейчас даже к психологу хожу, вот как только у меня появляется какая-то навязчивая мысль, сразу звоню психологу своему, говорю, алло, так-то, так-то. Потому что я как психолог в разные роли, я максимально разная. Как клиент, я там очень медленно соображаю, очень так, прям очень медленно все говорю, делаю, а как человек я, наоборот, очень активная, шустрая. Как психолог я достаточно сдержанная. Вот в таком контексте. Поэтому к психологу ходить это круто, чтобы не копить эмоции, потому что ваша жизнь на самом деле очень сильно от вас зависит, от вашего выбора, мышления, действий, эмоций, от всего. От вашего любого шага ваша жизнь может поменяться вот так. В одной из статей, которые я читала, когда готовилась, автор приводит несколько вариантов, почему людей к этому тянет. Например, он говорит о том, что вы тебе типичный жалобщик. Ну, то есть вот та самая выгода, о которой вы говорили. Человек ничего не может сделать, но постоянно жалуется. И что дальше? Ну, в состоянии жертвы мне надо, чтобы меня пожалели. Иногда это бывает такое, что есть пример такой яркий. Женщина... Давайте с вами поиграем, не против? Давайте. Женщина работает, двое детей, дети учатся в школе. Она приходит после работы, делает с детьми уроки. По дому кушать, готовит, гладит, стирает, гладит, пылесосит, всё делает. Есть муж, по дому не помогает, не работает, пьёт, иногда ещё бьёт. И вот после очередной попойки-побойки, эта женщина, пускай будет Танюха, приходит к подругам и начинает. Вот он такой, сякой, да, и там пип-пип-пип, пошло-поехало. Ей подруги говорят, Танюх, ну глаза открой, ты красивая женщина, работаешь, сама детей тянешь. Зачем тебе этот пласт на шеи дополнительный? Разведись ты с ним, найдёшь себе нормального. Говорит, девочки, вы что, как вот такие глаза по пять копеек, да? Я ж его люблю, он меня... Как мы друг без друга жить-то будем? Как вы думаете, вот, Танюхе, какая выгода быть рядом с этим мужем? Да. Так она же чувствует себя жертвой, она же просто кайфует от этого. Да, а что вот в этой жертве? Ну, там, ну, чего может быть, там целый... Самое интересное, знаете, я тоже долго гадала, это реальный кейс, который я рассказываю, потому что он для меня очень яркий, потому что я очень долго соображала, скажем так, я хороший, а он плохой. И если этого плохого не будет на фоне чего, я буду хорошей. Я буду хорошей. А для меня быть хорошей, это просто как кислород жизненно необходимо. И у меня такие мурашки были, потому что я тогда только закончила университет и начинала практиковаться, и сразу тебе такой кейс сложный. Но для меня на тот момент был сложный, и поэтому так отразился. Да, и действительно, мы рассказываем всегда про то, что с выгодой для себя. И как раз попадает вот вторая причина вот под этот кейс о том, что мы не можем с партнерами поговорить о том, о чем мы можем поговорить там с девочками-приятельницами, да. А в ситуации с этой Танюхой получается, что если бы она начала своим пьющим и бьющим мужем говорить о своих проблемах, она бы перестала быть хорошей вот той самой, лишилась бы своей прекрасной иллюзии, да, вот этой бессознательной. Ну почему мы не можем с партнерами разговаривать? Нет, можем, но это не все могут, к сожалению. И вот в этой ситуации, вот в такой ситуации, как Танюх, она не могла этого сделать. Может, пробовала, не получилось. Может, просто исходя из своей вот этой вот непроработанной части, быть хорошей в глазах кого-то и в глазах себя, собственно говоря, не могла тоже об этом. Но такой момент есть. Я тоже знаю такие истории, такие кейсы, когда те отношения, которые должны быть обсуждены, допустим, между мужчиной и женщиной, не обсуждаются между ними, а выносятся к третьим лицам. И все, ничего там, ну как бы, ну поговорили, и что? В отношениях-то ничего не изменилось. Или третий вариант еще, когда человек зависит, очень зависим от внешнего мнения, от мнения окружающих. Я не доверяю себе, я не могу принять решение, я себя не принимаю, поэтому я пойду и спрошу, что об этом думают окружающие, и сделаю примерно так, как они говорят, как вариант. Как вариант, да. Но это очень опасно. Да, но тут все варианты небезопасные. Не экологично. Да, да. Еще один вариант. Вы косвенно, мы косвенно сливаем агрессию. Собственно говоря, это то, о чем мы с вами изначально говорили, да? Вот когда вы, собственно, про сундук говорили, да? Вот это копится, копится, копится. Мы не можем, получается, что мы не можем напрямую сказать, ну, допустим, ситуация самая банальная, руководство, да? Человек на работе, влетел от руководства, получил определенный заряд агрессии, да? Он же не может пойти ее уволить на вышестоящую руководительную, правильно? Может, если сделать это экологично, чисто. Может. Только до этого нужна смелость, храбрость. Конечно. А мы говорим о том, что он это не делает, он идет сливать. И да, и мы с вами сказали о том, чтобы вот это все, вот это вот все, смелость нужна, да? И понимание. И вот это и есть как раз-то самая эмоциональная зрелость, наверное, о которой мы говорим. Это точно. Да. Еще такая запретительная штука, которую я, ну, условно запретительная, конечно. Вопрос. Почему нельзя рассказывать о своих планах? Считается. Почему считается, что нельзя рассказывать о своих планах? Потому что не сбудется. Вот это что такое, вот это не сбудется? Это знаете, как-то очень волшебно звучит. Это можно рассказывать о своих планах. Просто наш мозг так устроен. Когда я рассказываю про то, что я вот это вот, и вот это хочу, и вот так вот сделаю, и вот сяк сделаю, твой мозг воспринимет, как будто ты это уже сделал. И все, вот этот запал пропадает. Может так сработать, а может не сработать. Поэтому у каждого это индивидуально. У кого-то срабатывает наоборот. Про то, что раз я сказал, у меня нет другого выхода, как это сделать, этого добиться. Угу, тоже интересный вариант. Я уже заявил об этом, типа мне отступать некуда. Да, но это человек должен быть, вот человек слова. Вот я сказал, я сделал. И это должно быть такой жизненный принцип. Таких очень мало на самом деле людей. Ну, по крайней мере, я встречала в своем жизненном пути не очень много. И скорее всего, таким людям наоборот, совественно, не говорить о своих планах. Скорее всего. Да, потому что они понимают, чего им это стоит. А вот смотрите, допустим, у нас есть женщина, которая работает в коллективе. Это тоже живой, живой как бы кейс. И она не участвует вот в этих посиделках. Она это не любит, не слушает, не о себе рассказывает. Ну, послушать еще, если деваться некуда, куда не шло, но точно о себе не рассказывает. Вот у нее шансы не стать белой вороной вот в этом коллективе практически нет. И, ну, коллектив, женский коллектив, это такая вот притча во языцах, да? Да. Вот. И, соответственно, для того, чтобы как-то вписаться в этот коллектив, либо нужно постоянно быть пограничником на своей территории, да, и все время быть в напряжении, да, ты все время в наряде, ты все время в наряде, ты все время контролируешь. Либо на попустительстве, ладно, так и быть, я вот буду, чтобы вот это и буду слушать. Вот здесь какой вы правильный вариант? Нет правильного варианта. Для меня, например, я не буду находиться там, где мне не нравится. Без вариантов. Если мне важно работать на этой работе, и важно с коллективом наладить отношения, не обязательно рассказывать про себя, свою жизнь и так далее. А если в этом коллективе или там в этой семье так принято, или в этом сообществе людей? Можно сделать по-другому. Есть такая штучка хорошая. Как сконнектиться с человеком, чтобы он тебя принял, с любым. Это доказать ему, что ты такой же, как и он. Именно доказать? Ну, не прямо доказать, показать, а рассказать. Ну, то есть он должен понять. Никогда ты говоришь про это, да? Хотя, ну, наверное, лучше сказать. Но я так не пробовала. Это всегда про то, что, ой, а у меня такая же кофточка есть. Пух! Иногда это очень быстро срабатывает. Подстройка такая. Да, да. Что, если человек задаст себе вопрос, что он чувствует после того, как пооткровенничал с кем-то? Вот, наверное, отталкиваться надо от того, каков будет ответ. Если мне хорошо, и мне прям вот полегчало, да, это одно. А если вот меня не услышали, меня оценили, меня туда заткнули, меня и так далее, то это вот вообще, ну, опять-таки, звоночек, да? То есть надо задавать себе вот этот вопрос. Если все время участвуем в таких вот мероприятиях, то надо что-то вынесло из этого. С каким состоянием ты ушла? Есть еще третий вариант. Когда есть неразрешенная ситуация, ты вроде проговорил и рассказал, поделились там, да, советами, рекомендациями, кто как, а ты приходишь домой, и у тебя мысли в кучу. Ты еще больше сопутался, не знаешь, что делать. Столько советов с разных сторон. Да, и никакой тебе не откликается. Не про твою жизнь, потому что. Да, да. Вот есть еще такой вариант. Тогда лучше к психологу. Еще есть такое золотое правило. Если мы говорим, допустим, мы вдвоем, и если мы без этого общения не можем, нам оно доставляет удовольствие, оно нас радует, да, то мы не говорим о третьем человеке. Есть такое правило или нет? Есть такое правило, но мало кто придерживается этого правила. Это было бы, на самом деле, очень экологично. Шушуку не за спиной, там, если можно, такие крепкие слова, да, как крыски такие. На самом деле, все так делают, все кого-то обсуждают. Это нормально, просто для чего ты это делаешь? Чтобы поделиться, как ты, ну, посмеяться над человеком. Зачем? Чтобы показаться, показать самому себе, что ты лучше в чем-то. Зачем? Сразу хочется, да? Зачем? Чтобы что? И так можно, человек, в принципе, задавая вопросы, зачем и чтобы что, может дойти до той сути, которая заставляет его поступать тем или иным образом. Но вот согласитесь, что вот это, у нас есть возможность задавать себе вопросы, но мы ее не реализуем, она очень-очень связана с тем, что мы вообще очень редко бываем откровенны даже самим собой. Страшно. Это же знать себя. Да, а вы представляете, если я сама себя признаюсь в том, что я не хочу в теневой стороне своей, которую я вообще не принимаю. Осознать это, принять это, это же сложно. И, кстати говоря, вот чем хороши еще могут быть вот эти вот посиделки, что если это очень доверительная компания, то ты там можешь себя проявить и теневой стороной тоже. Если это проверенные люди, то там, я не знаю, если у тебя имидж там тургеневской девушки, то там можно, я не знаю. Уже все, да. Вот так вот прям круто сказать или круто так поступить, чтобы люди будут готовы к тому, что они тебя с этой стороны знают. Принимают. Принимают тебя, да, знают и принимают. Вот с этой точки зрения это хорошее, конечно, подспорье для поддержки вот самой себя. Но мы говорим о страхе в основном, да, вот здесь о том, что мы не просто так ищем собеседников по поводу своей личной жизни, а потому что нам где-то поддержки самой внутренней, самостоятельной не хватает, да, чтобы вот та я-концепция, то я-убеждение, какая я, было достаточно поддержано нашей взрослой фигурой, да, и не требовало никакой больше поддержки. Такое я не встречала. Мне даже самой нужна поддержка. Я тоже не встречала, и я далека от этого. Ну, как будто бы вот об этом речь, да? Ну, в идеале... Да, в идеале это, наверное, где-то должно быть так. Что делать, если ты не склонен разговаривать о своей жизни? Ну, может быть, это ситуационно, ситуативно, может быть, вообще, но тебе эти вопросы задают. Ну, вот просто... Ну, вот мы тут все рассказали, а ты что молчишь? Давай твоя очередь рассказывать. Можно честно ответить. Я, знаете как, я за честность. В первую очередь быть честным с самим собой, чтобы понимать, про что говорить вообще другим. Как я могу быть честным с другим человеком, если я сама себе-то, сама с собой не честна, да? Ты можешь так и ответить, что я не разговариваю о своей личной жизни. Мы можем поговорить на любую тему абсолютно, что не касается моей личной жизни. Или, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие личной жизни, да? Можем обсудить. Я вот недавно была там-то, или я рисовала картину какую-то. Об этом я могу говорить. Да. То есть, скорее всего, когда мы говорим о личной жизни, то больше это как будто про коммуникацию с другими людьми, да? Как я переношу другие отношения, другие с кем-то еще, как у меня какие-то более интимные. Но не про творчество, которое может быть доступно всем. Но опять-таки у каждого смысл своё. Но тем не менее, у всех границы, у кого-то они вот такие, у кого-то прям, вау, какие широкие. И вы знаете, так это удивительно. Не то, что срабатывает, а видно. Даже потому, как человек к тебе подходит и как начинает говорить. Сразу понятно, как у него с границами ситуация, да? Да. И мы знаем золотое правило, что если человек не видит своих границ, то он не видит ничьих. Чужих, да. Да. И эти люди, которые постоянно нарушают, нарушают, нарушают. Да. И невозможно научить никого другого. Можно, можно. На самом деле, человек, у которого нет. Просто человек, у которого есть четкие свои границы. Который знает. Примером. Не то, что примером. Вот он один раз скажет, что так ты больше по отношению ко мне не разговариваешь. Так ты больше, ну вот сюда не заходишь, в эту дверь, там вот за эту стенку ты не заходишь. Все. Вот это же все касается вот этих разговоров про личную жизнь. Вы меня сейчас на такую мысль вели. Вот смотрите, когда человек принимает решение и говорит, нет, я не буду об этом говорить, то это выбор. А вот все, что за ним следует, за словом нет, это уже как бы выдержать тот выбор, который ты сделал. Как вариант, на тебя будут давить, говорят, да ладно, ты чего, мы тут все рассказали. Манипулировать, да, будут? Мы же все рассказали, мы тебе тут такие секреты рассказали, а ты будешь молчать. Ты кто после этого и так далее, мы тебя знать не знаем и так далее, да. И возможен камбэк в этой ситуации, да. Когда человек вот до конца не принял вот эту ситуацию. И тогда он вообще-то, ну, как бы проваливается дальше, чем он был изначально. То есть ты вроде бы как сказал, да, и не смог выдержать, и сам для себя провалился, да, как будто бы я так это чувствую. И для тех окружающих тоже, которые сначала ты сказал, нет, а потом, а, да, оказывается, ты слабак, нет, тебя можно продавить вот в этом месте. Как будто об этом. Может, может, но мне так не откликнуло, не знаю. А мне вот почему-то так откликнуло, знаете, почему еще? Вот в этот ровный момент я вспомнила передачу, которую мы не так давно записывали с семейным психологом Александриной Ясуповой. И мы говорили об изнасилованиях, у нас была очень жесткая тема. И мы говорили о том, ну, как, в общем-то, постараться не попасть в эту ситуацию. И она говорит, нужно при всех желаниях пофлиртовать, пококетничать, мы красивые молодые женщины, да, все. Нужно уметь вовремя и четко говорить нет. И вот это говорит нет, сказала Александрина, это такое нет, как стена. Вот его невозможно пробить. И вот это понимание того, твоего, ощущение своего нет, это же тоже про выбор. И про, да, и про то, насколько ты вот сейчас вот в этом выборе осознан. И насколько ты действительно, у тебя есть сила воли и понимание сознания, что за ним надо вообще-то выстоять. А если страшно? А если я не уверена в своем нет? Вот я знаю, что мне вот надо сказать нет, но я вот в смятении. Я говорю нет, и это такое неуверенное нет, что на меня надо давить, и я скажу, ну, ладно. Ну, получается, продавили границы. Да. Понятно, что мы говорим об этом, что не надо себя за это ругать, да, с психологической точки зрения. Не надо себя за это гнобить. Вот у тебя сейчас такое состояние. Ну, по идее, если ты хочешь научиться противостоять каким бы то ни было внедрением, да, касаемо личной жизни, когда тебя пытаются, когда ты не хочешь, да, или когда ты, наоборот, хочешь вставить свое слово в разговор, но тебя не пускают, то есть заявить о себе по большому счету, да, то все равно надо выдерживать до конца вот это слово. А сказала, говори бы. Есть один нюанс про границы. Мы, ну, сейчас же модная эта тема, да, даже в социальных сетях, что вот граница, если тебе не нравится, ты сразу говоришь об этом, да. Просто многие перебарщивают, что ли, как сказать, перегибают палку, отстаивают там, где, в принципе, даже для тебя самого это не важно, а важно показать, что это мое. Ну, то есть для меня это уже такое тоже... То есть не предмет обсуждения важен, а ситуация скорее. Да, да, потому что если для тебя это важно, значит до конца стой. Если, в принципе, ты нет сказал, ну, по какой-то другой причине, да, то у меня бывает такое, что меня очень легко уговорить. Если меня зовут в кино, я не хожу в кино, потому что я там засыпаю. Когда еще спать, да? И мне говорят, ну, пошли, там такой классный фильм. Я говорю, ну, ладно, пошли. Ну, в принципе, мне без разницы, где спать, как бы, да. Поэтому да, ну, как бы я сначала сказала нет, потом сказала да. А если для меня это очень важно, я не хочу или по любой другой причине, но мне важно. Нет. Ну, то есть ты говоришь нет, и тебя будут уговаривать, будут давить. Ты говоришь нет. И не важно, кто это. Вышестоящее руководство, еще что-то. Ну, то есть ты же у себя одна, кто о тебе позаботится, как не ты. Ну, это опять про то, что все-таки к себе, к себе, себе нужно доверять, себя надо ценить, да. Знать. И знать более-менее, хотя бы чуть-чуть, хотя бы хотеть знать уже хорошо. А вот есть такие вопросы, которые точно нельзя скрывать от своих близких, вот такие темы. Вот прям в обязательном порядке надо рассказывать. Надо рассказывать. Конечно. Это любая ситуация, с которой ты не справляешься. Если доверительное отношение с близкими, вот с учетом этого. Потому что одна голова хорошо, да, а несколько лучше. Иногда с близкими проще, легче, эффективнее, экологичнее решать какую-то проблему любого плана. Любые аддикции, там, зависимости, да. Если ты найдешь опять-таки в себе храбрость, потому что мы люди, мы же хотим быть хорошими. Мы даже сами себе не признаемся, что мы какие-то плохие. Даже если признаем, что это очень тяжело дается всегда. Ну или, ну а что такого? Ну типа я вот в этом ничего плохого. Сами себя начинаем оправдывать. Да. Но это... Обычно, когда так происходит, когда какая-то аддикция, зависимость, да. Я не алкоголик, я не наркоман, у меня нет зависимости, и так. Я не курю, да. Я просто балуюсь. Особенно, которые дети, школьники сейчас, да, с этими вот. Я балуюсь, я только попробую. С дымелками вы имеете в виду? Угу. Ну еще, я думаю, что в эту категорию еще подпадают все случаи, когда в каких-то отношениях или в какой-то ситуации есть буквальное насилие, которое, в принципе, подпадает под уголовный кодекс, например. Ну это, опять-таки, мне нужна помощь. Угу. Про помощь, да. Но есть темы, с которыми, ну с близкими не нужно обсуждать. Какие? Это свои отношения, ваши ссоры с мужчиной, с мужем, с супругом. Ну про пару, если говорим, да? Да, про пару. Потому что, знаете, вот как испокон веков передавалось, да, ты-то его простишь, а вот, ну для мам, мама вот не простит. С подругами так же, да? Ты его все равно простишь. А для подруг он, для твоих подруг он будет вот, ну все, авторитет потеряет. То есть здесь есть некие такие еще ролевые группы, в которых, допустим, если там серовестницы, подружки, то ты можешь, если тебе комфортно, если доверительные отношения обсуждать. Но все-таки с родителями это немножко другая, другие ролевые отношения, да? И, соответственно, родителям тоже, они тоже могут что-то захотеть обсуждать. Родителям со своими детьми, свои личные, скажем так, интимные отношения там с кем-то, с мужьями тоже не надо ответить. Есть родители, которые посвящают детей свои ссоры, передряги, путтянуты. Это я бы даже сказала. Да, и это на самом деле очень сильно отражается на психике детей. Потому что потом с этим работать, работать с психологом, и не быстро. Потому что это так может отразиться, особенно если это в кризисное время, да? Это же можно по-разному назвать. Можно болталки назвать, да? Кто-то называет это болталки, кто-то сплетни называет, да? Но сплетни, для меня в самом слове сплетни, немножко есть все-таки негативный какой-то компонент, в котором больше такого осуждения, немножко с издевкой какой-то, да? Вот в доверительных разговорах мы, в общем-то, и о хорошем же можем тоже поговорить, поделиться хорошим. Что, кстати говоря, тоже нужно уметь выдерживать. Вот согласитесь, когда мы в группе, женский коллектив или там женская компания, девчонки начинают делиться своим хорошим, не жаловаться на мужей, любовников, начальников, соседей и так далее, а делиться хорошим. Что у нас появляется, выходит на первый план? Да, именно это. Любимая наша зависть, куда от нее деться. Вот что с этим делать? Вот люди прекрасно друг к другу относятся, но как только у кого-то что-то хорошее появляется... Мне тоже надо. Да, я тоже хочу. Или как счастье, какой у соседа коров сдохло, да? Вот что с этим делать? Как это может не помешать вот тем приятным взаимоотношениям, ради которых люди собираются? Вот знаете, это такая тема щепетильная, да? А почему ты завидуешь? Почему ты хочешь так же, как у нее? Вот когда ты маленький, вот у меня младший брат, ему надо было всегда все из моей тарелки. Две тарелки одинаковые, одинакова еда. Нам надо было всегда меняться тарелками, потому что у моей тарелки еда вкуснее. Если что-то у меня появляется всегда, ну, в семьях всегда так, когда разница не 10 лет, вот у нас 5 лет. И вот у меня сейчас еще две сестремки, у них разница тоже 5 лет. Тоже все на младший, все надо, что старший. Во взрослой жизни мы, в принципе, вот эта нейронная связь у нас сформировалась, да? Нам надо тоже так. На другой полосе машина быстрее движется, другая касса быстрее движется. Всегда у соседей трава зеленее. Почему? Не почему, просто мы так привыкли. Вот так устроено? Да. Потому что нас так воспитали. Смотри, когда мы были с детьми, нам говорили, смотри, у Вани как хорошо получается, да? У тебя хуже, а у Вани хорошо. Может быть, это еще сыграет свою роль? Очень интересно, как наша психика может реагировать на любое слово, которое мы даже не вспомним. Которое могло так между делом просочиться. Да, но чаще всего это сравнение, что вон, какая она молодец, какой она хорошая. Ну да, это из достигаторства. Мне надо, как у нее, у нее лучше, чем у меня. Значит, мне надо достижение, достижение, достижение. Что потом? Ничего. Ну, это просто не заканчивается. Никогда не заканчивается. Никогда не заканчивается. Всегда все надо, всегда все надо. А зачем надо? Кому надо? Для чего надо? Если задавать себе вопросы, на самом деле, очень многое можно про себя для себя открыть. Да. Ну, заканчивая наше общение на эту тему, можно сказать, наверное, о том, что на самом деле не так страшен черт, как его молюют, да? Посиделки никто не запретил, никто не будет запретить. И у нас есть веское мнение психолога, что это может быть безопасно. Но другое дело, что смотреть все-таки с кем это, да? Да. Разграничать родителей, разграничать друзей и разграничивать темы, все-таки, которые пускаются на обсуждение, на общее обозрение, что называется. Вот. Ну и, естественно, смотреть глубину потребности вот в этом, так? Может, заменим телеграм-каналом по сиделке, да? Для кого-то и так срабатывает, что о чем мне с подружком теперь разговаривать? Да, я у себя есть. Да, да. И такое тоже бывает. Ну, это такое, да. Кому-то подойдет, кому-то не подойдет, каждый решает за себя. Чем больше вы погружаетесь вообще во что-то, да? Не забывайте про себя, про свою человеческую, про свое ментальное здоровье, тело. Ну, то есть, вот, все-таки, мы же люди, а человеческого у многих, на самом деле, очень мало. За завершение нашей передачи мы можем сказать зрителям, что бы они помнили о себе. Да. А мы будем это делать регулярно, напоминать им о том, что мы помним о вас, вы помните о себе, заботитесь о себе, берегите себя, да? Вот, как говорит Лиана, очень бережно относитесь к себе, к своему душевному состоянию. Следите за ним и не позволяйте никому нарушать свои границы, вторгаться в свое сокровенное, в свое, в свое, очень какое-то такое теплое и нежное. Ну, вот на такой романтической, лирической ноте мы сегодня заканчиваем нашу программу. Лиана, спасибо большое, что вы пришли, что нашли время. Очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно. Всего вам хорошего, друзья мои. До свидания. В студии работала Наталья Жуова. С вами была программа «Фокус на человека». До свидания. С вами была программа «Фокус на человека».